Всем привет, меня зовут Тушел, и сегодня я расскажу, что осталось от FinalMouse R58 за 8 месяцев использования. Ну для начала я вам покажу, как выглядит мышь. И да, она не растворилась, не рассыпалась и не превратилась в тыкву. Ну, почти не превратилась. Но об этом чуть позже. Итак, пользовался мышкой не я, а другой человек. Так что, как он и я играл, я вам не скажу, но расскажу о последствиях. Во-первых, если мы посмотрим на бока, то будет отчетливо видно, как сильно соты собирают грязь. Причем именно боковые. С верхушкой такой проблемы нет. Кстати, на удивление, покрытие верха не покинуло эту мышь и выглядит почти новым, как и надпись Ninja R58. Но вот, что точно не как у новой мышки, так это колесо прокрутки. Оно до сих пор работает, что редкость для мышек FinalMouse со стажем работы больше двух дней. Но вот шаги практически стерлись. Они еле-еле ощущаются. Зато скролл стал совсем тихим из-за этого. Японская хайку со скользкой резиной никуда не делась, так что тут тоже порядок. Но не порядок с корпусом. Есть места, где появился неприятный скрип, которого не было ранее. И тут даже нельзя ничего подкрутить, так как весь корпус собран на клипсах. Все кнопки остались примерно такими же, как у новой мышки. То есть колесико кликает основные кнопки тоже, а кнопка DPI исправно меняет DPI. Кабель тоже остался кабель, не превратился в ничто иное. Так что можно сказать, что все здорово, если бы не одно дно. Помните, я говорил про тыкву? И причина, почему эта мышь превратилась в тыкву, заключается в сенсоре. У моего товарища мышка рандомно меняет DPI. И также рандомно перестает регистрировать клики всех кнопок. Естественно, по закону подлости я это повторить на видео не смог. Но MaxGaming, откуда пришла эта мышь, уже вернула ему за нее деньги. Что случилось, пока непонятно. Но после того, как я продул плату сжатым воздухом, я за прошедшие два дня проблему эту перестал наблюдать. Эффект дырок может быть. Но я скорее склоняюсь к эффекту мотоспит. Все-таки их продукты никогда не славились супернадежностью. В общем, такие дела. Хайпа много, а вот на практике все совсем иначе. Так что если надумали покупать БУ Final Maus, подумайте лучше сто раз. Может все-таки эти мыши не стоят их денег, которые за них просят перекупы. Ладно, на сегодня я закругляюсь. Всем пока и до встречи в следующем ролике.